Здравствуйте, меня зовут Сергей Космин, я являюсь техническим специалистом по программным продуктам Autodesk. Сегодня мы рассмотрим программный продукт Autodesk Inventor. Autodesk Inventor это система трехмерного адаптивного параметрического моделирования компании Autodesk, которая позволяет создавать чертежи, спецификации, трехмерные модели, выполнять конструкторские расчеты и делать визуализации. Вот в двух словах о Inventor. Можем проектировать единую цифровую модель, выполнять различные визуализации, записывать видеоролики, создавать презентационные материалы и выполнять, естественно, конструкторские расчеты. Можно формировать любую конструкторскую документацию. Мы можем формировать чертежи как в самом Autodesk Inventor, так и, например, в Autocad. Последние версии Autocad воспринимают модели Inventor и на основе цифровых трехмерных моделей позволяют автоматически или полуавтоматически создавать соответствующие виды. Inventor содержит целый ряд инструментов, которые позволяют проектировать металлоконструкции, проектировать кабели и трубопроводы, выполнять проектирование деталей из пластмасса и листового материала, выполнять литье под давлением и многое другое. Можно выполнять расчеты. Расчеты динамики кинематики, расчеты методом конечных элементов, а также проектировать и выполнять расчеты металлоконструкции методом каркасно-шарнирных. Ну и, соответственно, можно проектировать и рассчитывать детали из пластмассы. Также есть специализированные расчеты, которые позволяют выполнять экологические расчеты. Inventor хорошо обменивается с другими программными продуктами Autodesk. Если, например, спроектировать в Inventor какое-либо оборудование или металлоконструкцию, ее можно спокойно передать, например, в Autodesk Revit. Выполнив разработку оборудования, мы можем задать точки подключения, этим точкам подключения задать типы подводящих трубопроводов или электрики, выполнить преобразование модели в более упрощенную или оставить полноценную модель и передать ее в Revit. В Revit мы сможем к точкам подключения подвести трубопроводы, поставить какое-то другое оборудование, разместить в архитектуре и так далее. Inventor интегрирован с Autodesk Vault, это система управления документами. Здесь можно организовать хранилище и управлять процессом проектирования, рассматривать, что в какой момент времени выполняется, какие детали разрабатываются, какие версии деталей и сборок, просматривать спецификации, просматривать сами детали. Фактически Inventor создает электронные макеты изделий, над которыми, по сути, можно выполнять расчеты, просматривать различные варианты, которые могут быть использованы. То есть, по сути, Inventor заменяет физическую модель и в электронном виде позволяет качественно проанализировать само изделие до его изготовления. И здесь приведены варианты поставок Inventor. Inventor бывает LT, Inventor обычный и Inventor Professional. Отличие в том, что в обычном Inventor можно проектировать среднюю часть, в Inventor можно проектировать как детали, так и сборки. В Inventor LT только детали, в Inventor Professional, помимо проектирования, можно выполнять еще и конструкторские расчеты. Это так, быстренькая презентация по Inventor. Сейчас я непосредственно вживую покажу, как выполняется процесс проектирования в Inventor. Я создам обычную сборку. И вначале покажу вам, как создавать металлоконструкцию. Запускается сборка. В сборку будет вставлена трехмерная модель. Причем модель будет в виде линии. С помощью вставки можно вставить линии в пространстве. Линии в пространстве были разработаны в виде отдельной детали. И сохранены в виде линий. На линии мы можем навесить металлоконструкцию. Предварительно нужно сохраниться. На закладке проектирования присутствует целый ряд инструментов, которые позволяют создавать металлоконструкции. Мы можем вставлять профиля, изменять их, стыковать, вырезать, обрезать, удлинять и так далее. Получать различные характеристики и даже выполнять с помощью калькуляторов небольшие расчеты. Сейчас я вставлю профиль и повешу его на трехмерный эскиз. Запустив вставку, появляется специальное окно, в котором мы можем выбрать из предлагаемых стандартов необходимый профиль. Выберу, например, ГОСТ. Из семейства профилей выберу какой-нибудь профиль квадратный полный. Выберу размер 50-50 на 2. Точка показывает, как будет размещаться отрезок относительно нашего профиля. Профиль может располагаться снаружи нашего отрезка. Отрезок может стыковаться с любой из сторон нашего профиля. А также ему можно задавать смещение и углы поворота. То есть все степени свободы мы можем здесь организовать. Можно выполнять сразу выделение рамочкой всего трехмерного эскиза. А также можно поэтапно. Сейчас я покажу поэтапно, чтобы было более понятно. Укажу нижний пояс. Автоматически создаются четыре детали. Говорю ОК. ОК. Эти детали можно переименовать. Назвать так, как нам нужно. Пути сохранения тоже можно поменять. Нажав на кнопочку ОК, формируются профиля. Профиля установились без подрезки. То есть четко по тем эскизам, которые я выбрал. Для стыковки можно использовать команду Стык. Причем стык может быть равный, так и косой. Можно задавать разрыв под сварку. Допустим 2 мм. Указываю один профиль, второй профиль. Говорю применить. Система автоматически стыкует с зазором под сварку 2 мм. С другой стороны поступаем аналогично. Выбираем применить. Система состыковала с зазором. И аналогично в других местах. Здесь, здесь, применить. И здесь. Дальше я установлю стойки. Выбрав команду вставить. Выбираю стойки. Стойки тоже будут установлены четко по эскизу. Не подрезанными. Четыре детали создались. Для каждой из деталей в дальнейшем можно получить свои чертежи. Стойки не подрезаны. Поэтому с помощью команды обрезка можно выбрать сразу несколько стойок. И обрезать их по, например, верхней грани. Выбираем. Можно задавать зазор. В данном случае опирание. Поэтому можно оставить. Говорим ОК. Все стойки обрезались по верхней грани. Добавим перемычки. Выбираем аналогичную команду вставить профиль. Вставляем. Тоже профиль вставляется не подрезанным. Вот таким образом. Дальше. С помощью специализированной команды мы можем один профиль, который я буду указывать синей стрелкой, он будет удлиняться. То есть вот эта перемычка будет удлиняться. А стойка будет подрезаться от верхней перемычки. Выбираем элемент, который будет удлиняться. И затем указываем элемент, который будет подрезаться. Говорим ОК. За одно действие у нас происходит вот такая стыковка. С другой стороны, получу аналогичную ситуацию только с помощью двух действий. Командой удлинение. Я удлиню профиль у нас 50-й, поэтому на 25 мм он заходит. Ну и на 25 мм можно еще его удлинить. Поэтому указываю на трубу применить. Труба удлинилась. И дальше уже известной командой обрезка удлинения указываю, что вот эта стойка будет обрезана по нижней поверхности. Применить, стойка обрезалась. То есть по сути одного и того же результата мы достигли разными путями. В зависимости от того, как удобно, инвентарь позволяет достигать одних и тех же результатов разными путями. Сейчас немножко откачусь назад. И вместо квадратного профиля установлю, например, швеллер. Укажу размещение швеллера здесь. Хочу, чтобы швеллер стыковался с своей верхней частью. Выберу размер. На предпросмотре можно посмотреть, как он устанавливается. Его нужно повернуть на минус 90 градусов. Так, да, вот так. Окей. Окей. Швеллер установился. Теперь я его удлиню. На 25 миллиметров с одной стороны. И на 25 миллиметров с другой стороны. С помощью команды «Врезать» можно синюю деталь подрезать под желтую деталь. Нажав кнопочку «Применить», у нас произошла подрезка. Если видимость швеллера отключить, мы видим, что стойка подрезалась под форму швеллера. Таким образом, мы можем проектировать металлоконструкции довольно быстро. Вносить быстро изменения с помощью специальных параметров, размерных, которые здесь приведены. Можно в любой момент времени быстро поменять металлоконструкцию. Также объекты, которые спроектированы с помощью модуля генерации металлоконструкции, могут быть рассчитаны. Я сейчас открою примерчик, созданный аналогичным способом фермы. Ферма была сделана из уголка. Специально я сделал ее некомпенсированную с одной стороны, чтобы показать, что она еще будет играть влево. Соответственно, используя раздел «Проектирование», выбрав «Анализ рам», я могу преобразовать рамную конструкцию в каркасно-шарнирную модель. Инвентар преобразовал нашу трехмерную модель в каркасно-шарнирную. В точках соединения установленной связи, здесь, правда, в двух местах, да, вот здесь не установлено. Сейчас можно поставить связь, указываем точки связи, применить с одной стороны и аналогично с другой стороны. Применить. Есть. Действие силы тяжести, направление действия силы тяжести, система назначила самостоятельно по нашим деталям. Укажем опоры. Я установлю четыре опоры, так что посчитать. Можно задавать любые нагрузки, можно задавать силы, причем выбирая стержень, мы можем устанавливать силу и с помощью специальных ручек силу можем перемещать, либо задавать точное значение смещения, задавать направление действия силы в любом из направлений, поворачивая с помощью специальных ручек нашу силу. Ну и, соответственно, выбрав саму стрелку силы, можно задавать значение. Я так сделаю, чтобы поломало, введу в побольше величину. С другой стороны, допустим, распределенная нагрузка. Можно указать распределенную нагрузку. Точно так же распределенную нагрузку можно поворачивать. Также можно с помощью применения, сейчас я возьму, отредактирую саму распределенную нагрузку. Распределенную нагрузку можно выбирать равную, как в данном случае, а также неравную. На конечной величине может быть другая. Линейная зависимость будет, например, сделаем вот так. Говорим «Ок». Можно делать неравную зависимость. Можно задавать моменты, осевые, сгибающие. Можно задавать выпуски для наших стержней. Редактировать связь. Нажав на кнопочку «Моделировать», у нас выполняется расчет. Расчет произведен. Мы можем посмотреть даже в виде анимации, как происходит процесс. Развернув с помощью куба, мы можем посмотреть, что у нас фирма будет вот так вот играть. Результаты мы можем посмотреть по силам, по моментам. На диаграммах приведены минимальные и максимальные значения. Также можно ставить датчик. Включив команду «Датчик», можно этот датчик установить в нужное место. Например, сюда. И если нажать зеленую галочку, у нас будет установлен датчик, и в этом месте нам будет показано значение. Датчики можно ставить в любое место. Можно просматривать эпюры по различным элементам. Например, выбрав элемент балки, указав, соответственно, саму балку, стоили с одной стороны, имеет значение, то для этой, именно этой выбранной балки, я могу посмотреть эпюры по силам, по моментам, по напряжениям и так далее. Точно так же я могу выбрать другой элемент, например, стойку. И точно так же, именно для конкретной выбранной стойки, можно посмотреть эпюры, проанализировать. Также, помимо отдельных элементов, в инвентаре можно включать диаграммы, то есть отображение эпюр в 3D пространстве. Например, я хочу посмотреть силы по Z. Включаю отображение эпюр в 3D, и, соответственно, могу просмотреть с указанием минимальных, максимальных значений для каждого элемента. Также можно включать и отключать различные элементы. Например, выбрав напряжение, выбрав сдвиг. Можно вообще все галочки подключать, в этом случае, конечно, будет сильно много значений, будет сложно ориентироваться, поэтому чаще используется вот такой подход, когда выбирается конкретная величина и просматривается эпюра именно для нее. Таким образом, мы можем проектировать металлоконструкции, выполнять их анализ, экспортировать мы можем в расчетные системы, например, Robot Structural Analysis. Это конструкторская система конструкторских расчетов от Autodesk, которые можно выполнять с расчетным методом конечных элементов, выполнять армирование и многое другое. Также мы можем формировать отчеты в HTML-формате. Будет создан HTML-файлик, в котором будут собраны исходные данные, и затем в виде картинок собраны диаграммы с полученными результатами. Также мы можем проектировать и, например, сложные объекты. Мы можем создавать заранее подготовленные сборки, которые могут автоматически адаптивно подстраиваться под траектории. Очень часто это используется при проектировании вышек, при проектировании мостов, при проектировании различных объектов, вплоть до того, что можно проектировать самолеты и корабли, используя данный метод. Я сейчас вставлю траектории. В пространстве нарисованы отрезки и кривые. Назначены точки подключения сборки. Предварительно была разработана сборка. И сейчас я ее вставлю и присоединю к этим точкам. Специальный механизм, который называется iCopy, позволяет вставлять с привязкой к точкам различные сборки. Нужно указать, здесь специально я даже писал подсказочки, какие точки указывать. Указываем левую нижнюю, правую нижнюю, левую верхнюю, правую верхнюю. Сборка автоматически подстраивается под заданные рабочие точки. Можно создавать не только отдельный элемент, можно выполнять массив. Массив можно выполнять по любой из траекторий. В данном случае выберу дальнюю траекторию. Задам количество элементов, например, 8 штук. И расстояние между ними, допустим, 2,5 метра. Автоматически будут созданы плоскости. В этих плоскостях будут расположены узлы, соответственно, сборки. Каждая сборка будет содержать соответствующие детали. Для каждой из деталей здесь можно в дальнейшем получить чертежи. Сказав ОК, приходится немножко подождать, потому что будет создано порядка 98 деталей. Детали будут автоматически подстроены под траектории. Выполняется генерация. Особо ничего не видим. Но если посмотреть нижнюю часть, здесь выполняются процессы. 98 деталей. Вот уже создались сборочки. Причем каждая из сборок подстроена под свою траекторию. Более того, если нам по какой-то причине нужно отредактировать траекторию. Я возьму, к примеру, вот эту линию. Возьму точку и ее несколько отодвину. Нажму кнопочку возврат. Произойдет автоматическая перестройка сборки. Можно в любой момент времени активировать любую сборку. Подтянуть. В данном случае, допустим, даже вот эту вторую. Достаточно просто щелкнуть на объект. И если он вдруг по какой-то причине не установился на место, то он в дальнейшем сам автоматически подтянется под нужное место. Вот таким образом мы можем строить адаптивно настраиваемые сборки под какие-либо траектории. Следующий пример я покажу по разводке трубопроводов. В инвентаре можно выполнять разводку трубопроводов. Здесь я подготовил небольшую площадку. Закладочки среды. Есть специальный инструментарий по разводке трубопроводов. Предварительно, конечно, нужно создать трубопроводную систему. Настроить стиль. Вот здесь уже настроенные стили, которые есть по умолчанию. Также можно с помощью стилей труб. Трубопроводов. Создать или скопировать любой из существующих. Задать размер труб. Задать, какими муфтами будет происходить соединение. Какими отводами будет выполняться соответственно отвод. В чем будут трубы измеряться в миллиметрах или в дюймах. Ну и так далее. Также можно настраивать правила. Задавать минимальный сегмент трубы, максимальный сегмент трубы и приращение. Создав свой стиль, можно в дальнейшем его использовать. Создадим трассу. При создании трассы я указываю начальное положение трубы. Например, труба пойдет отсюда. И затем указываю конечное положение, куда мне нужно, чтобы пришла труба. Например, вот сюда. Система сама автоматически протягивает путь. При этом появляется маленькая панелька, на которой мы можем перебирать сегменты. Причем система сама автоматически нам перестраивает наши траектории и подбирает соединения. Мы можем выбрать нужный вариант. Например, меня, допустим, устраивает этот вариант. Нажав на зеленую кнопочку, получается вот такая траектория. Причем в местах вставки точек будут установлены, соответственно, здесь муфта, здесь отводы. В любой момент времени мы можем вставлять узлы, перемещать сегменты. С помощью команды переместить сегмент можно выполнять редактирование траектории. Например, если нам нужно что-то обойти, мы можем просто эту веточку немножко переместить туда-сюда. Соответственно, любой участок мы можем, если он жестко не зафиксирован в исходной точке, мы его можем перемещать. В данном случае жестко зафиксирован вот этот участок, поэтому его нельзя сдвинуть. Все остальные мы можем менять. Приняв маршрут, мы можем заполнить трассу, нажав на кнопочку «Заполнение трассы», система автоматически заполнит трассу деталями. В зависимости от стиля, в данном случае выбрана труба и отвод вот такого типа, если нам по какой-то причине нужно перестроить и выбрать другой стиль, достаточно просто выбрать другой стиль, отредактировать трассу, выбрать другой стиль, принять маршрут, и система сама заполнит уже по другому стилю трубы, самоветку. В любой момент времени все можно редактировать и еще раз подчеркиваю, для каждой трубы можно создать свои чертежи, посчитать спецификацию, посчитать количество труб и так далее. Также могу показать, как быстро создаются детали в инвентаре и как создаются быстрые чертежи. Буквально там за 5-10 минут мы создадим деталь, создадим чертеж для нее и можем выполнить даже расчет методом конечных элементов. Я создам обычную деталь. В плоскости XY создам две концентрические окружности, одну и вторую. В команду размеры я поставлю внутренний диаметр 40 мм, наружный диаметр будет равен вот этим 40 плюс 20 мм. Автоматически пересчитается наружный диаметр. Если я буду менять внутренний 50, то соответственно наружный будет тоже автоматически пересчитываться. Можно вводить различные математические зависимости и соответственно формулы система будет перестраивать и пересчитывать размеры. Принимаем эскиз. Делаем выдавливание в обе стороны допустим на 40 мм получая вот такое кольцо. В плоскости XY создадим эскиз и спроецируем для удобства привязки наружную кромку. Клавишей F7 можно резать модель. Чтобы видеть, что происходит внутри. В инвентаре очень удобный интерфейс. Мы можем, выбрав, например, команду отрезок, нарисовать отрезок. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, мы рисуем дугу. Отпускаем, рисуем отрезок. Нажимаем, удерживаем, рисуем дугу. Причем дугу можем рисовать в зависимости от того, в каком квадранте мы будем находиться, изгибом в ту или иную сторону. Нам не нужно дополнительно перемещаться на ленту, тратя время. И тем самым мы можем так значительно ускорить процесс создания эскиза. Сейчас я создам пушка. Инвентар накладывает автоматические зависимости. Мы можем также принудительно накладывать зависимости. Наложу равенство для этих кушек. Наложу горизонтальность между точками. И задам размерные зависимости. Радиус здесь 6 мм. Расстояние между центрами 80 и угол, допустим, 20 градусов. Принимаем эскиз. Делаем выдавливание в обе стороны. На 20 мм. Получаем вот такое ушко. Я могу сделать ушко с отверстием, потом размассивить. Но я вам сейчас покажу еще один подход. Когда я размассивлю ушки, делаю, допустим, 6 элементов. И затем сделаю сопряжение. Допустим, все вогнутые ребра будут сопряжены радиусом 3 мм. А все выпуклые ребра будут сопряжены радиусом 2 мм. Система сама находит выпуклые вогнутые ребра и сопрягает. Создам отверстие на первом ушке. Сделаю его концентричным. Укажу плоскость. Укажу любую дугу, либо цилиндрическую поверхность. Расстояние насквозь. Диаметр 5 мм. Теперь я привяжу количество отверстий к количеству ушек в нашей детали. В чем я могу выбирать отверстие как в трехмерном пространстве, так и в деревьевом строении. Выбрав в качестве оси любую цилиндрическую часть, я указываю переменную величину, которая показана знаком диез или сеточкой. Теперь у нас количество отверстий привязано к количеству ушек. И если я буду менять количество отверстий, допустим 5, то будет 5 отверстий. Если будет, допустим, 20, обращаю внимание на взаимные пересечения, система все равно справится и будет 20 ушек в 20 отверстий. Возвращаюсь к 6. Создам на верхней грани прямоугольник. Поставлю его горизонтально. И задам размеры. Расстояние от центра 30 мм. В принципе, шпоночные пазы можно делать и с помощью специального модуля в сборках Inventor. Но в данном случае, чтобы не тратить время, я просто быстренько показываю, как вручную создать. Удобно, что в команде, будь то выдавливание, построение по сечениям, сдвиг, вращение, присутствуют возможности создавать твердое тело, делать вырезание или оставлять пересечение. В данном случае, сделаю вырез расстояния все и получу вот такой вот вырез. В перпендикулярной плоскости создам еще один эскизик и сделаю, тоже спроецирую наружные кромки ушка. Клавишей F7 разрежу модель, чтобы лучше было видно. И нарисую прямоугольничком вырез, который будет по кругу. Задам размер. Здесь 20 мм, здесь 8 мм. Можно даже, находясь в эскизе, создавать трехмерные операции. Выбрав команду вращения, указываю часть эскиза, которая будет вращаться, и указываю в качестве оси вращения ось Z. При этом, если я буду создавать твердое тело, будет колесо. Если делать вырез, соответственно, будет вырез в детали. Если оставлять пересечение, то останется только то, что попадает в эскиз. Делаем вырез. Говорим ОК. Получили вот такую вот деталь. Можем ей назначить материал. В свойствах Inventor мы можем задать физические параметры. выбрать материал, допустим, сталь углеродистая, применить. У нас сразу будет масса нашей детали, площадь, объем, центра тяжести, моменты массы и так далее. То есть основные параметры нашей детали будут. Вот такая деталь. Если ее сохранить и создать чертеж, чертеж создается довольно быстро. Выбрав в качестве базового вида нашу открытую деталь, можно поставить масштаб, допустим, один к одному, выбрать без скрытых линий, извлечь все размеры модели, сказать ОК. У нас получится вот такой вид, уже с проставленными размерами. Нам достаточно будет опустить размеры, вынести диаметры, вынести диаметры. Автоматически можно поставить и осевые линии. Нажав правую кнопку мыши на соответствующем виде, выбрав команду автоматически осевые линии, мы можем поставить осевые линии для тех элементов, которые мы хотим указать. Говорим ОК. Встановились осевые линии. Можем создавать проекционные виды. Выбрав команду проекционные, мы можем создать, допустим, даже, сейчас сделаю изометрический вид. Создать. Создался изометрический вид. Причем я его могу сделать в другом масштабе. Например, один гум и раскрасить. ОК. И расположить, допустим, где-нибудь здесь. Создав выносной элемент, я могу создавать выносной элемент. Сейчас, секундочку. Не выбралась область. Еще раз. Так, и сюда. Создался выносной элемент. Его можно образмерить, допустим, вручную. Указываем на дугу. Проставляем на радиус 3 мм. Можно устанавливать в размерах различные стрелки, различные дополнительные символы. Указывать точности, допуски, ссылки, пределы посадки и так далее. То есть, все основные возможности по окрамлению именно механических конструкторских чертежей здесь предостаточно. Кроме этого, есть возможность указывать шероховатость, свар, пайк, убиение, племление, допуски и так далее. Все основные обозначения здесь присутствуют и можем мы ими пользоваться. Также мы можем устанавливать, давайте сделаем какой-нибудь разрез, выбрав команду сечения, выбрав вид. Можно сделать, например, сечение здесь. Простоложить. Система сама все заштриховала. Можно поставить автоматические осевые линии, можно поставить ручные осевые линии. Делается это, в общем-то, довольно быстро. Указали две линии, автоматически формируется ось. Размеры можно извлечь, как уже показывал, а также можно вручную поставить. Причем можно поставить вручную даже цепи и базовые размеры. К примеру, если я буду выбирать какие-то отрезки, нажав правую кнопку мыши «Продолжить», сразу вся цепочка размеров может быть установлена. Технические требования. Есть в специальной библиотеке. Причем для различных категорий мы можем выбирать соответствующие тех требования. Также мы можем эту библиотеку тех требований пополнять своими тех требованиями. И, соответственно, в дальнейшем все будет происходить, оформление будет проходить гораздо быстрее. Можно выбирать различные двойным щелчком тех требований. И, соответственно, нажав, если нужно, кстати, что-то свое, можем прописать что-то свое. Сказав «Окей», у нас будут расположены тех требования. Нажав на кнопочку «Основная надпись», мы можем заполнить штамп, соответственно, как нам нужно. Заполнение штампа может происходить не только через это окошко, а также и через свойства Inventor. Здесь с помощью заполнения вот этих полей мы можем штамп автоматически тоже заполнить. Вот таким вот образом выполняется создание чертежей в Inventor. Также мы можем, например, для вот этой детальки, выполнить расчет методом конечных элементов. Можно рассчитывать, естественно, на сборки, большие сборки. Но в данном случае, чтобы не тратить время, я просто покажу на примере отдельные детали. Перейду в среды, выберу команду «Анализ напряжений», «Создать моделирование». Укажу фиксацию, например, здесь я зафиксирую. Ну и с другой стороны приложу нагрузку. Допустим, так, чтобы поломало 5000. Указываю направление действия силы. Ок. Направление действия силы тяжести нужно указать в отличие от предыдущего метода расчета. Указываем любое ребро, которое считаем направление действия силы тяжести. Говорим «Ок». Нажав на кнопочку «Вид сетки», мы генерируем сетку. Причем генерация происходит довольно корректно. В местах концентрации напряжений более мелкая сетка, ну и, соответственно, в других местах более крупная сетка. Сетку мы можем настраивать. Выбрав специальные инструменты, мы можем задавать различные параметры нашей сетки. Можем задавать для конкретных выбранных граней свои размеры сетки. А также можем настраивать сходимость. Можем увеличивать количество циклов уточнения, критерии остановки, порог уточнения и так далее. Тем самым повышая точность расчета. Нажав на кнопочку «Моделировать», выполняется расчет методом конечных. Точно так же, как и в предыдущем расчете, мы можем запустить анимацию и, соответственно, посмотреть, что у нас происходит. Проанализировать, например, коэффициент запаса прочности с двойным щелчком мыши. Я сейчас остановлю видео, перейдя на коэффициент запаса прочности. На диаграммах показаны минимальные и максимальные значения. Также вот это отклонение, которое здесь приведено, на самом деле это не рабочее отклонение. Можно поставить рабочее отклонение. То есть вот на самом деле будет отклонение на такую величину. Сделана эта корректировка специально для того, чтобы на больших объектах видеть даже небольшие изменения. Можно корректировку пять раз сделать, чтобы увидеть величину прогиба и в каком месте он будет происходить. Также мы можем поставить датчики. И поставив датчик в нужном месте, будет установлен флажок с датчиком и, соответственно, можем рассматривать результаты именно в этой точке. Как и в предыдущем расчете, мы можем, нажав на кнопочку «Отчет», выполнить отчет и получить его в обычной ML-формате. Вот то, что я хотел показать. Если есть какие-то вопросы, могу ответить более детально.